здравствуйте дорогие мои друзья сегодня пятничный замечательный вечер хотел поговорить с вами ну о двух вещах об оружии бедных об оружии бессильных обездоленных людей которые не могут рассчитывать на на помощь на помощь страны на помощь общества на помощь каких-то социальных институтов находятся в отчаянном положении это столько несправедливости творится в этом в этом нашем мире и по большому счету никто из нас не защищен ни законом да ничем в любой момент как вы у нас создается иллюзия что мы там нас кто-то кто-то защитит если на нас нападут там какие-то разбойники нас защитят если нас обманут какие-то мошенники нас кто-то защитит нет наоборот государство выступает в роли такого тоже большого бандита большого ракетира большого мошенника посмотрите вокруг этими десятилетиями несчастные обманутые дольщики клиенты банков банки которых разорились им там фигу ну кому-то выдали там вот маленькие маленькие эти страхование вкладов компаниям которые разорились ничего не выдали то есть вот такой такой бандитизм на государственном уровне а кроме этого еще бесчисленное множество мелких мошенников негосударственных защита нет защита нет и люди в отчаянии посмотрите статистику самоубийств или просто болезни потому что человек находящийся в депрессии в отчаянии подвержен заболевание многие люди просто не там заболевают и умирают разными болезнями которые уже списываются умер умер недавно был на кладбище навещал могилы родственников и очень много смотрю свежих свежих могил и достаточно молодые люди ну там не то что совсем молодые там 40 50 лет свежей могилы полно прямо вот прошелся и посмотрел от чего эти люди умерли тоже наверно от какого-то постоянного стресса от отчаяния от безысходности от отсутствие перспективы какой-то то есть их тоже убили по большому счету убила вот это вот вот это вот то что творится у нас ну ладно мы видите в такие грустные темы что прямо там погибает общество погибает под подгнетом власти подгнетом обстоятельств так вот оружие бедных которое было было и есть всегда в наших руках и мы забываем часто об этом потому что нам ну запрещено защищаться но они то два два таких разных разных я объединяю в один коктейль потому что захотелось объединить так что же это это юмор и магия юмор это вообще вещь доступная всем просто доступная всем всем людям если мы не можем достать каких-то мерзавцев во власти не своими там заявлениями не судом не взываниями к их там совести еще к чему-то мы можем достать их юмором реально так потому что если мы смеемся на не смеемся над их чванливостью над их отвратительными харями это достает их клички прилипают к ним вот об этом я хотел поговорить сегодня с вами давайте сделаем ну конкурс а чему не не сможем давать какие-то прозвища вот этим людям они и так у многих есть но почему бы нет знаете человек с хорошим прозвищем не оскорбительным почему мы будем оскорблять просто почему как знаете были князья там владимир ясно солнышко людовик суровый кто там еще король солнца был тоже какой-то людовик то есть все они имели такие прозвища почему бы у нас не дать вот хотелось бы действительно с вами давайте запустим такой вот такой конкурс чтобы мы могли выберем проголосуем выберем хорошие хорошие не оскорбить или ни в коем случае нет нет чтобы не не бежать не преднета на на эту монументальную власть к примеру вот сейчас нынешний наш второе лицо государства для начала давайте опробуем на нем вот это вот нашу схему давайте какое какой вот не оскорбительное но хлесткая мест меткое прозвище чтобы она прилипла к нему и даже внутри вот его его эти сотрудники секретари там в правительстве все его там уже сказал пошел это же наш это просто ясно я вот предлагаю от себя лично такое хорошее емкое имя миша пылесос вообще нормально миша пылесос замечательно характеризует его как его внешность так и так сказать ну его профессиональную так сказать направленность и с такой кличкой если попадет еще будут будут как сказать когда-нибудь попадет под суд тоже будет наверно в авторитете в местах лишения свободы давайте друзья мои нас достаточно много вы люди умные с фантазией предлагайте свои варианты проголосуем распространим это по по свету насколько это возможно и вот он юмор может он может быть это прозвище как-то заставит кого-то одуматься подумать над этим давайте жду ваших вариантов ваших вариантов а потом и всем остальным раздадим нормально нормально хорошие добротные суровые прозвище кто чего заслужил тот и получит это юмор и надо смеяться над ними смеяться по полной программе а теперь вторая вторая надо был конечно отдельно сделать второе это магия люди смотришь смотрящие смотрящие посещающие наш канал есть и естественно интересуется мистикой и многие люди талантливые чувствующие уже практикующие это так вот как вы думаете почему ну так сказать во все века так гоняли гоняли колдунов ведьм часто жестоко судили жгли топили просто из суеверии не друзья мои потому что боялись потому что видели реальные результаты если разбойника ты схватишь уже конкретно там то мистика мага еще под пойди узнай от от народа от разбойников ты можешь огородиться стеной там защитой желез большими стенами замками вооруженными дружинниками то от заклинания и какого-то взгляда ты ничего не сделаешь даже если обратишься каким-то специалистам к магам ну не факт что они тебя защитят не факт потому что всегда есть кто-то кто умней сильней энергичней кто найдет щелочку и капнет туда яд и все поэтому посмотрите многие сильные династии очень сильные судьбы князей царей они все заканчивались очень очень неважно очень неважно и судьба их родов тоже вороды просто сгнивали разрушались и во многом это влияние мистики и магии поэтому власть очень опасная опасная работа для некоторых кажется что сладкая но именно из-за магии эта работа опасна потому что ненависть и энергии энергетика она нету от нее защиты нету поэтому в средние века были честнее ловили жгли топили рвали на куски напомните ивана грозного который даже казнил ты больше всего как как он боялся как раз вот волхвов колдунов ведунов больше всего он этого боялся и когда даже как я тебя просто просто давай мы тебя просто убьем не будем тебя мучить пытать ты только пожалуйста не приходи ко мне не приходи после смерти он видел и боялся и понимал были свои резоны на эти казни не будем вдаваться в это но часто одна деревенская колдунья стоила гораздо больше чем пара сотен закованных волата рыцарей поэтому друзья мои вы люди талантливые и тут широкое поле для не для плохих вещей нет я вот к этому не призываю потому что берегу вас вашу карму и вашу ваши таланты а призываю тут к более благостным практикам не темным а методикам так сказать прополоскать их потому что все же они все равно люди несмотря на свое вот это вот и можно делать хорошие чистки для этих ребят которые ну конечно будут плохо на них скажутся но в конце концов не будут губить их а будут вычищать так сказать жесткой мистикой почему бы не попробовать давайте тоже свои предложения потому что что мы сидим на диванах про пора пора засучить рукава пора зажечь магические свечи пора ребята мои пора и так значит давайте это попробуем внести наш мистический вкал вклад в развитие в развитие в очищение в продвижение так сказать нашей страны юмором и мистикой два таких слона боевых слона хорошо друзья мои давайте давайте дадим прозвище нашему дорогому нашей надежде нашему муж сказать вся головы раз лошадки прорыва что он с этой с этим именем вошел в историю как как настоящий боевой скакун мое предложение миша пылесос хорошее не оскорбительное по моему нормальное нормальное прозвище и так правительство миши пылесоса уже неделю в действие посмотрим что будет дальше друзья мои жду ваших ваших предложений вашего голосования будем будем пробовать все друзья мои пока